сейчас на шоком пути встречаются разные темы встречаются по культуре по политике по экономике по разным всяким темам проходят встречи но поэты молчат а это вот неправильно это не должен о чем егене и у олана сау ка маха 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 ма маха ма маха маха Мы с вами опять находимся в кемпинге Планетарное Око. Это место встречи поэтов на шелковом пути. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, жители Планеты Земля. Мы с вами находимся на берегу горного озера Сыкуль. Сейчас здесь проходит поэтический фестиваль, где мы вас и приветствуем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поскольку шелковый путь начинался в Сиане, в Китае, проходил через Кыргызстан, и здесь в Кыргызстане когда-то 1300 лет назад с хвостиком родился великий поэт Либай. По-китайскому называем его Либо. Так вот, Либо здесь родился, но вырос, реализовался он в Китае. И поскольку Либай или Либо, как мы его называем, стал самым великим поэтом Китая, мы выбрали его как некий образ. Как образ того мальчика, который родился в Кыргызстане и стал великим поэтом. Как образ того потенциала, который может быть в каждом мальчике, девочке, в каждом ребенке. Таится великий потенциал, который может реализоваться великого поэта. Поэтому мы выбрали образ Либо. Он очень восхищен этим фестивалем, очень благодарен, что в Кыргызстане проводится такое важное мероприятие. Для них Либай очень значим, является одним из самых известных и влиятельных поэтов. Вы стихи любите? Да. Поэзу. А какие любимые поэты у вас? Пушкин, Лермонтов, Ирина Мамаева. Прочитать что? Прочитать. Я к вам пишу, ничего же более, что я могу еще сказать. Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Что-нибудь кротинка такое. Давайте собаки Качалова, наверное. Так, надо бы сходить. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Вот это вот коротенько. Ну, в смысле, это не все, но как бы коротенько. Давай еще. А ты кто у вас там? Это и семь. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тарам-парам, тарам-парам, на то оно и утро. Под вечер скоро спать пара хозяев зевают. Вот если гость пришел с утра, такого не бывает. Да, если гость пришел с утра, они ужасно рады. Я надо слово прочитать. Ну, прям старое. Рассекая кормой цунами, рай на этом свете не том. Если хочешь, плови с нами, забудь навсегда о пустом. Ее слегка заметные веснушки на белой коже отблеском сияет. Ее глаза – бездонный синий омут. От ветра свежего отчаянно моргает. Мечтает девочка, подогревает сердце надежным и щемящим душу зноем. А на поляне девственный подснежник. И талый снег запачкался весной. Арман, вот вчера сразу после концерта я написал такое стихотворение. Мазары, углюма, глядят мне во след. Печальные думы о бренности лет. От тленности жизни в отчизне невзгод. Глядит мне во след мой былинный народ. Средь множества бед оруахи спасают. Не понаслышке об этом я знаю. В опасные миги над самой убездной Они приходили дружиной небесной. Спасали от пули и от ножа. Для них не помеха миров двух межа. Входили в меня терзновенную силой. Победу дарили над самой могилой. Покров обеспечен ищущим света. Весь путь мой отмечен. Верою в это. Ручей. Бежит ручей. Он радостен и смел. Ему подвластны дали и просторы. Он стал бы речкой, если б захотел. Расширив берега, раздвинув горы. Но у реки медлительность и стать. А у него свобода и стремление. Он может прыгать по камням, играть, смешить зверей своим преображением. А говорить про вечности покоя оставит до поры, когда уйдет в просторы. Когда он станет полной рекой, расширив берега, раздвинув горы. Высоский тоже неплохой. Это великий парит, на мой взгляд. Можете что-нибудь любимое простирать? Мне кажется, который год, что там, где я, там жизнь проходит. А там, где нет меня, идет. А дальше больше. Каждый день я стал слышать злые голоса. Где ты, там только наваждение. Где нет тебя, все чудеса. Ты только ждешь и догоняешь. Врешь и боишься не успеть. Смеешься меньше ты. И знаешь, что стал разручиваться петь. Преумолкли стихи, погруженные в транс. Когда тело твое танцем речь повело. То о страсти моля бьется пламя костра. То по глади пруда бьет лебяжье крыло. Колосок на ветру гнется к самой земле. Но солдатам встает непокоренный прям. И трепещет вкруг стана, как морок во мгле. Легкий шелк, неподвластный сетям и цепям. Так, ну одно стихотворение. Попробую вспомнить. Попробую вспомнить. Попробую вспомнить. Блок. Попробую вспомнить. Попробую вспомнить. Свага, 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 свага. Что это за было действие? Ведическая церемония, хован. Следы или что-то подобное есть во всех традициях. Сейчас звучала поэзия, гимны, традиционные гимны, ведические гимны, которые в своем звучании, в своей фонетике несут не только смысл, но вот именно вибрации. Наша задача создать площадку, где встречается поэзия. Поэзия традиционная, такая как монасчи, такая как ведическая поэзия, которая прозвучала Махамантри, которая проводила центр академической йоги из Караганды. То есть вот эта традиция, которая звучит и которая передает больше некое состояние, как мы можем это оценивать. Что вот эта традиция лучше ли это? Это разные состояния. И фестивальный формат, это формат не соперничества, это формат сотрудничества. Кругу нашей тюркской юрты. Кругу нашей тюркской юрты. Кругу нашей тюркской юрты. Кругу нашей тюркской юрты. Первое стихотворение «Весенняя вакханалия». Капал тягучий сок из потолстевших почек, Словно изам фармёт клейкий молодой листочек. Многоголосый стон падал на город светок, За проливным дождём в печке томилось лето. Март прорастал в апрель лозами винограда, Солнце густой елей, с листьев на плечи падал. Пенился кубок грёз в недрах шального сердца, Брызгами пьяных звёзд, медь о ступени терций. Лучников малый строй, вновь на учебных стрельбах, Лупят в мишень стрелой радостно и прицельно. Раненым не счисла, только весна смеётся. Скольких она спасла, в душах включая солнце. Пока стопу не скажут, буду читать. Вот такое начало. Помните, Пушкин, Евгений Анединович написал, Сказал, ай да Пушкин, ай да Сутен сын. Потом Штирлиц так говорил, в 17 мгновениях весна. Ай да Штирлиц. Жду ответа накровная, вот дурак так дурак. Песнопение неровное режет вражеский мрак. Так напильник незримо, не стараясь шуметь, В каземате суровом пилит узника клеть. Я не знаю, что будет, но свобода в строке Воскрешает любимая, сердцем радостно зримая. Здравствуй, вольное слово, космос веры в руке, Мной отпощенный в люди, кровных дум пантомима, О которой не судят. Здравствуй, путь пилигрима, небо отчего крова. Ай да Сурова, ай да Сурова, ашахчады талавусы. Ашахчады талава. Канзти, кандай. Телголешу пай и расэрунай таткудар. Телголешу пай и расэрунай таткудар. Сезюзи дэцезимедэ гатанеге. ПЕСНЯ Сейчас вот за мной наши горы Чиншань, Кыргызстан и это молодые горы. Им всего 150 миллионов лет. Они в два раза моложе, чем Акулы. Пройдет еще 100 миллионов лет и часть гор разрушится, а потом еще 300 миллионов лет. Нас уже не будет. Но мягкие породы разрушатся и наверх выйдут драгоценные камни, которые не разрушат ничем. Также человеческие ценности. Когда проходит время, самое ценное становится явным. И, конечно, сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что поэзия очень важна для человечества. ПОЭЗИЯ В первую очередь это прошлое. Это то, что мы должны ценить и забрать из прошлого в будущее. Я вот с Бродским согласен. Он говорит, что вообще то, что принято в народе называть музой или вдохновением, Бродский это называл диктатом языка. Вот язык старше человека. И когда человек пользуется языком, он задевает древность, во-первых. Из древности вот эта сила переходит к нему, а дальше идет развитие. И человек за счет стихотворного размера совершается как бы трамплин во времени. И к концу стихотворения человек старше, чем его в начале. И он сам не знает, насколько далеко он во времени это вырос. Мы ждем на этой площадке тех поэтов, которые сейчас есть. Поэтому мне хочется сказать одну простую фразу. Мне хочется сказать, чтобы поэты не молчали в современном, сложном периоде человечества. Три дня фестиваля пролетели незаметно. И, конечно, самое интересное, как всегда, осталось за кадром. Лично для меня было открытием познакомиться с удивительным древним эпосом «Монас». Ну и также с такой звездой современной поэзии, как Василий Муратовский, которого знатоки ставят в один ряд с такими гигантами, как Мандельштам и Бродский. И я уже с нетерпением жду следующего лета, чтобы снова приехать сюда и окунуться в волшебный мир поэзии на шелковом пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok